Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Фоликман Мария Вячеславовна, доктор психологических наук, руководитель департамента психологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета высшей школы экономики. Окончила факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Мария Фоликман – автор свыше 150 научных публикаций, включая учебник и монографию по психологии «Внимание», редактор ряда хрестоматий по общей и когнитивной психологии. Научные интересы Марии Вячеславовны Фоликман – когнитивная психология, зрительное внимание, рабочая память. Мария Фоликман в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Маша. Сегодняшний наш контекст – это психология восприятия, если точнее, психология зрительного восприятия. Ученые исследуют особенности зрительного восприятия для того, чтобы, в частности, проникнуть в глубины человеческого сознания. И в каких-то экспериментах, в каких-то наблюдениях они используют зрительные иллюзии. Сегодня о них тоже поговорим. И если мы говорим о человеке как о продукте эволюции, а именно так мы рассматриваем человека в нашей программе, то я не могу здесь не отметить, что не только человек способен видеть и наслаждаться зрительными иллюзиями, я не знаю, насколько наслаждаются, но собакам доступны зрительные иллюзии, как было показано недавно. Меня это очень удивило. В частности, собаки смотрят, различают зрительную иллюзию, знаменитую иллюзию Эббенгауза. Это два кружочка, одинаково идентичные по размеру кружки, их помещают друг рядом с другом, вокруг одного, на рисунке. Вокруг одного крупные круги, вокруг второго мелкие кружочки. И кажется, что левый первый круг меньше второго. Людям так кажется, собакам кажется наоборот. Но главное тут не в этом. Главное, что ошибаются и те, и другие собаки, и люди ошибаются, потому что кружочки, как известно, идентичные. Вот ошибки восприятия и внимания, ожидаемая или неожиданная тема сегодняшнего рассказа нашей гости. Пожалуйста, Маша. Добрый день. Да, на самом деле, тема человеческого восприятия страшно интересна и с эволюционной точки зрения, и с точки зрения вопроса о том, насколько мир у нас в голове, в принципе, похож на мир вокруг нас. И этот вопрос в равной степени интересен, как оказывается, и детям, и взрослым, и немаловажен как раз для медицины. Я для себя прикинула, что на самом деле в медицинской диагностике крайне много опирается на то, как человек видит, как человек воспринимает, как врач ставит диагноз. Он осматривает больного, что-то замечает, что-то не замечает. Врач радиологической диагностики рассматривает снимки внутренних органов. Как он рассматривает эти снимки? Это сейчас довольно новая, очень бурно развивающаяся область исследований, поле для стратегий и для ошибок, о которых мы тоже сегодня поговорим. Врач имеет дело с результатами анализов, которые могут быть визуальными, как, например, на этой картинке голландца Эгверта Ван Хемскерка, который рассматривает склянку с анализом. Это может быть долгая распечатка, на которую мы тоже смотрим глазами. И что-то выпрыгивает само, что-то остаётся как будто бы за пределами поля зрения, но, может быть, влияет на тот вывод, который в конечном итоге делает медик. И сейчас очень много исследований зрительного восприятия и внимания проводятся как раз-таки на стыке с медицинской диагностикой, прежде всего в Соединённых Штатах Америки, но и не только. И вопрос-то на самом деле очень давний. И когда-то давно считалось, что на самом деле у нас в голове просто образуется отпечаток внешнего мира. В декартовском трактате о человеке мы уже видим схему того, как предмет из внешнего мира, переворачиваясь, естественно, о чём тогда уже было известно, проецируется прямо в душу, которую Декарт размещал в шишковидной железе или в эпифизе, и там образуется тот же самый предмет, который оказывается у человека в сознании. Но даже простейшие размышления показывают, что всё не так просто. Давайте посмотрим, насколько одинаковой может быть проекция на сетчатку у трёх принципиально разных вертикальных стержней, палочек. Может быть, маленькая палочка, которая находится близко, большая палочка, которая находится далеко, наклонная палочка, а сетчаточный отпечаток один и тот же. Но мы-то видим их по-разному, мы можем оценить и размер, и расстояние, значит, не в сетчаточном отпечатке дело. Или посмотрим на эту замечательную открытку уже двухсот лет недавности, казалось бы, букет фиалок. Но если начать вглядываться, то на самом деле это тройной семейный портрет императора Бонапарта. Сам император, его супруга и их сын. Замечаем очень важную вещь. Ничего в воздействии на наши органы чувств не поменялось. Но видеть мы стали по-другую. Букет как будто бы растаял, стал фоном, и проступили совсем другие фигуры. Почему так происходит? На самом деле фокус в том, что наше восприятие устроено таким образом, что очень большой вклад в него вносят наши уже сформировавшиеся представления о мире, которые организованы в форме так называемых схем. Они позволяют нам точно и быстро разглядеть изображение, когда мы увидели его всего лишь на мгновение ока, когда оно зашумлено, когда оно нечётко. Давайте попробуем посмотреть. Сфокусируемся на этом крестике. Я вам сейчас покажу одну картинку. Вы сейчас удивитесь, насколько много вы успеете увидеть. Я часто показываю её в аудиториях и уже знаю, что мы успеваем увидеть, что дело происходит зимой. Во дворе лежит снег, бабушка в платочке кормит голубей, их окружают деревья, на бабушке пальто. Много других подробностей, возможно, вы тоже заметили. Не заметили, скорее всего, только одного. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее на голубей. Ой, это же динозавры. Всё так. Что произошло? Мы схватили общую схему того, что было на изображении. И на основе своего опыта достроили эту картинку. Жест женщины, атмосфера. Там должны быть голуби. И мы видели голубей. Я уверена, что вы все видели голубей. Хотя на самом деле их там не было. В чём же дело? А дело в том, что образ восприятия, любой образ, который возникает у нас в голове, он двойственен. Там с одной стороны есть некоторое содержание образа. Передо мной находится стакан. И я вижу стакан. Но как образ этого стакана у меня в голове возникает? От стакана отражается цветовая энергия. Она воздействует на сетчатку и вызывает у меня зрительные ощущения. Но я-то переживаю, внутренне испытываю не эти зрительные ощущения, не отражённый свет. Я просто вижу стакан. То есть, то, что я вижу, оно вроде бы соответствует тому, что есть в мире. Но подстелено вот этим вот вторым слоем, воздействием на органы чувств. Как это доказать? Да, элементарно. Обычно говоря, давайте посмотрим на знаменитые двойственные изображения, которыми психология балуется. Тоже уже не первый век. Вот, например, кубик, который создал шведский кристаллограф Неккер, мы его можем видеть как захотим. Вот это может быть передняя грань или вот это может быть передняя грань. А на сетчатку падает тот же самый свет. То есть, чувственная ткань, ощущение не меняется. Хотя и тут на самом деле всё спорно. Например, петербургские коллеги обнаружили, что если на одной из грани этого кубика подавать слабый сигнал, то если она кажется передней, этот сигнал различается раньше и точнее, чем если она кажется задней. Но что важно, что мы можем менять содержание, пространственное содержание этого образа при неизменном воздействии. То же самое происходит с относительно новым двойственным изображением, которое создал японский дизайнер Каехара. Вот эта барышня, которая может... Мы захотим вращаться. Куда она у вас вращается? Куда? Справа налево или слева направо? Сейчас мне кажется, что справа налево. А попробуйте перевернуть. Вот посмотрите на ноги. Пусть вращается в другую сторону. Получалось? Но всё равно преобладает у меня как-то правое вращение. Кто-то может увидеть так, кто-то может увидеть этак. На самом деле, она никуда не вращается. Она точно как кубик некера. Она постоянно одинаковая. Но мы можем увидеть её так, можем увидеть её этак, потому что этот образ неоднозначный. И мы дополняем его собственным опытом. Ещё лучше это видно на картинках с содержательной неоднозначностью. Да, знаменитая жена или тёща, которой тоже пошла вторая сотня лет, и которую очень любили исследовать психологи 20 века. Даже биологам преподавали когда психологию, сто лет назад. Когда-то это была открытка, потом уже её утащили себе психологи. Я не могу разглядеть вот сейчас старуху. Иногда я вижу старуху, а иногда я вижу молодую женщину. Смотрите, вот она спрятала подбородок в меховой воротник, вот её рот со впавшими губами, вот этот большой нос. Я не знаю, с чем это связано, но я вижу то одно и не вижу второго, то спустя какое-то время я вижу другое и никак не могу. Смотрите, так экономичнее. Мы нашли трактовку, мы стабилизировали образ. Зачем его менять? Но возможности есть, и мы его меняем. Вот точно так же тут мы можем увидеть профиль индейца, а можем увидеть эскимоса, который кричит куда-то во тьму. Опять же, что очень важно. А где эскимос? Покажите, я индейцу вижу. Ну, смотрите, вот у него вот его шубка, вот эта вот мех, все, вот теперь он видит. Валенки и пещеру, куда он кричит. Вот без вашего разъяснения я бы не разглядела. Ну, что важно, что воздействие-то не меняется, а значит, мы не можем сказать, что восприятие – это отпечаток. Мы вынуждены сказать, что мы строим образ восприятия. И, собственно говоря, современная общая схема представления о том, как процесс восприятия устроен, она выглядит примерно так. С одной стороны, у нас есть внешнее воздействие, которое по восходящим путям в головном мозгу, от органов чувств, в первичную зрительную кору и дальше поднимается, а навстречу ему устремляется другой поток обработки информации, так называемый нисходящий, связанный с тем, какую задачу мы решаем, что мы знаем о мире, в каком контексте мы увидели то или иное воздействие, и только на месте пересечения, на месте встречи этих двух потоков, которые на самом деле, как мы сейчас увидим, влияют друг на друга на разных уровнях, у нас возникает этот итоговый образ. Мы не можем сказать, что это однонаправленный процесс. Это процесс, основанный на обратных связях. Прямо сейчас набирают силу модели так называемого предсказывающего кодирования, согласно которым наше восприятие опирается на ожидание, на то, что мы готовы увидеть. И на каждом из уровней обработки информации мы сравниваем входящий сигнал и ожидание относительно того, каким этот сигнал будет. Вычисляем разницу между ними. Эта разница отправляется на следующий уровень обработки информации, где тоже этот входящий сигнал сравнивается с ожиданиями, с тем, что мы собираемся увидеть в этой ситуации. В связи с того, что мы вообще знаем, в связи с того, что происходит вокруг нас прямо сейчас и так далее, и тому подобное, пока, наконец, мы не построим некоторой устойчивой, уже не дающей, на наш взгляд, ошибки, образ объекта. Ну, собственно говоря, как это работает? Вот посмотрим на одну из относительно новеньких зрительных иллюзий, которую даже уже не 10 лет назад, а меньше создали Стюарт Айнстерс и Патрик Каванах. Нам сейчас покажут несколько вертикальных полосок, и давайте мы посмотрим, что с ними будет происходить. Мы видим, что по мере того, как за полосками появляются движущиеся фоны, они начинают как бы заваливаться. На самом деле, они абсолютно вертикальны, они идеально вертикальны всё это время. Что, собственно говоря, здесь происходит? Мы видим, что полоска оказывается в какой-то момент на грани этого движущегося сектора. Сектор смещается, и мы видим нереальное, а ожидаемое, предвосхищаемое. Потому что до того она была. Да, да, да. Мы видим, где она должна оказаться, если она поедет вместе с этим диском. Да, да, да. И, собственно говоря, это как раз и есть причина того, что она заваливается. Это вот это предсказываемое положение, а не то, которое соответствует действительности. Но по большому счёту, так устроено большинство зрительных иллюзий. То есть иллюзии, они бывают двух видов. Некоторые из них связаны просто с устройством нашей зрительной системы, с её разрешающей способностью. Да, когда у нас на глазах искривляются на мелком фоне прямые линии или начинает двигаться, опять же, какая-то мелкая, рябящая, неподвижная текстура. Это обычно разрешающая способность зрительной системы. Но большая часть иллюзий связана не с этим. Большая часть иллюзий связана с тем, что мы видим мир не таким, как он есть, а таким, как мы ожидаем его увидеть. И, собственно, первым этот механизм пытался описать знаменитый оптик, известный наверняка большинству медиков, Герман Гельмгольц, уж институт Гельмгольца точно знает каждый, который, собственно, предполагал, что источник большинства иллюзий нашего восприятия это неосознаваемые нами умозаключения, которые мы делаем на основе нашего прошлого опыта. Вот посмотрим, например, на знаменитую иллюзию Понца, она же иллюзия железнодорожных путей. Да, вот эти вот две одинаковые линии кажутся нам разными. Она похожа на иллюзии Бенгауза, которую вы упоминали вначале. Это кажется больше, это кажется меньше. В моей любимой вариации с сурками иллюзия ярче. Дальний сурок уж точно огромный по сравнению с ближним. Почему так? На сетчатке-то всё одинаково. Мы же с вами понимаем, что отпечаток идентичный. И, собственно говоря, вот этот отпечаток на сетчатке Гельмгольц называет первичным образом. Но к нему добавляются наши знания. Эти полосочки оказываются перед нами на фоне сходящихся линий. Что такое сходящиеся линии или линейная перспектива? Она сигнализирует о том, что мы видим третье измерение. Мы видим удаляющееся пространство. А что мы знаем про удаляющееся пространство? Что то, что находится ближе к нам обычно больше. А то, что находится дальше от нас кажется меньше. И какое умозаключение мы с вами неосознаваемо делаем? Наверное, на самом-то деле вот эта палочка или вот этот вот сурок он меньше. А вот тот отпечаток которого одинаков с ним наверное-то на самом деле больше. Естественно, эти умозаключения не развернуты. Мы просто так видим. Но мы так видим, потому что таковы наши ожидания в этом контексте. По сути, делом мы высказываем некоторую гипотезу о том, что тут происходит и ее проверяем. Один из самых известных психологов восприятия второй половины 20 века британец Ричард Грегори так и считал. Наше восприятие это проверка гипотез, опирающаяся на входящий сигнал с одной стороны и этот сигнал обратной связи, наше ожидание с другой стороны. В качестве наиболее яркой, наверное, иллюстрации этого механизма он рассматривает попытки астрономов 17 века понять, как выглядела планета Сатурн. Что у них есть? У них есть разнообразнейшие снимки несовершенных телескопов такие, сякие, и, собственно говоря, как это может выглядеть. Например, астрономы предполагают, что Сатурн это вот такой чебурашка с ушками. Эта гипотеза не противоречит воздействию. До тех пор, пока гипотеза не противоречит воздействию, точно так же, как в науке, пока гипотеза не противоречит данным, мы считаем ее верной. И, собственно говоря, именно это нас больше всего подводит, коль скоро мы начинаем говорить о зрительных иллюзиях. Вот самый простой вариант, один из самых базовых механизмов восприятия формы и глубины объектов на основе тени. Из чего мы всегда исходим? Мы живем в мире, где источник света всегда находится сверху. Вот мы так выросли. А если источник света сверху, то что перед нами находится? Чей? Нет, вот на этой картинке. Что это? Я не знаю. Кратер? Мне кажется, кратер. Некоторый вогнутый кратер. Да, мне это представляется. А что будет, если мы перевернем картинку вверх ногами? Это та же самая картинка. Вообще та же самая, но видим мы ее по-другому. Вот здесь она была вогнутой, здесь она была выпуклой, хотя воздействие на сетчатку не меняется, если не считать вот этого переворота. То есть мы выдвинули гипотезу, что источник света сверху, и на основе этого строим предположение о том, как выглядит этот объект. с восприятием удаленности и с линейной перспективой все абсолютно то же самое. Если мы исходим из наших знаний о том, что при восприятии третьего измерения все линии сходятся в одну точку, мы можем представить, что за объект перед нами находится, как он выглядит, и так далее. Посмотрим, например, на это замечательное, тоже уже довольно старинное окошко, созданное известным психологом, иллюзионистом Адальбертом Эймсом. Сегодня увидим еще одну его поделку. Что это такое? Просто окошко, да? Просто оно от нас отвернуто. Давайте теперь посмотрим на него в динамике. Давайте его поставим на крутящуюся подставку и пусть оно покрутится. видим ли мы, как окошко просто вращается вокруг своей оси? Ну, только это мы и видим, наверное, да? Нет? Давайте посмотрим еще чуть более внимательно. Вот сейчас оно просто поворачивается к нам ближайшей стороной, да? Оно просто в себе спокойно вращается, поворачивается, поворачивается. ну вот это вот бревнышко. А вот тут происходит нехорошая вещь, бревнышко-то ладно. Проблема в том, что на самом деле вот это вот имсовское окошко, бревнышко можно было убрать. Окошко будет не вращаться, а качаться даже без бревнышка. Просто оно само по себе не прямоугольное. А мы хотим видеть его прямоугольное. А вот точно, мне показалось, что оно кривовато, как трапециевидное. И что из-за этого всё время происходит? Когда перед нами большая сторона, всё нормально, оно просто вращается, оно уходит вдаль. А когда перед нами меньшая сторона, на самом деле перед нами как бы снова большая. Мы видим так, что перед нами большая, и оно вот так вот качается, очень сильно запутывая нас в восприятии формы этого объекта. Точно так же мы делаем допущение об удалённости. Давайте посмотрим такой очень простенький опыт с картами. Нам показывают три игральных карты. Можете выбрать себе какую-нибудь задумать. Можно короля, можно десятку, можно туз. Вот так интересно их перед нами разложили. туз совсем близко, король совсем далеко, десятка где-то посерединке. Но на самом-то деле сейчас мы убедимся, что и тут нас ухитрились немножко обмануть. Смотрите, что произошло. Мы продолжали видеть размер этой карты. Мы преувеличили расстояние до дальней карты, лишь бы продолжать видеть ее того же размера, как мы ожидаем. Преуменьшили расстояние до ближней карты, опять же, лишь бы продолжать видеть ее того же размера, как мы ожидаем. И поэтому у нас вызывает шок истинный размер карт, когда их наложили друг на друга, столкнув знакомый размер и сведения о реальном размере этих объектов. Что вообще происходит, когда разные гипотезы сталкиваются? Еще одна поделка от Альберта Эймса, знаменитая комната, в которой мы видим трех мужчин, один из которых ель помещается, второй, судя по всему, нормального роста, а третий маленький, карлик. Видно, что не ребенок, в чем проблема? А проблема в том, что на самом деле это страшно кривая комната, которая сделана примерно так же, как окошко. Это комната, в которой вот этот большой мужчина находится на самом деле вдвое ближе к нам, чем второй, то есть третий, самый маленький. и вот угол, где стоит большой, в два раза короче, чем угол, где стоит маленький. Но комната устроена таким образом, что нам кажется, будто бы она устроена по законам линейной перспективы и, в общем-то, квадратная. Может, что-то и не то, но даже здесь она квадратная, хотя на самом деле мы видим, что близко ничего квадратного нет. поэтому мы перестраиваем нашу гипотезу относительно роста этих мужчин. То есть не только не квадрат, еще и углы, и плоскость, еще пола она изменена. Да, да, да. Правда, смотреть нужно одним глазом, потому что, когда мы открываем второй, добавляются дополнительные признаки удаленности, которые иллюзию сбивают. Но, что интересно, то если женщине показать на одной из позиций в этой комнате ее мужа, все иллюзии о примизне комнаты развеиваются моментально. То есть если это действительно хорошо знакомый объект, она готова увидеть комнату кривой, лишь бы увидеть рост человека правильно. То есть на самом деле наше восприятие настолько творческий процесс, что мы сами с трудом это себе представляем. И гипотезы сменяют друг друга с невероятной скоростью. Вот смотрите, как это происходит. Человек просто моет машину модную, гоночную. Контекст изменился, образ перестроился моментально, но вот сам этот момент его изменения вызывает очень яркую реакцию, потому что заставляет нас сменить гипотезу. Но, пожалуй, самые интересные зрительные иллюзии и ошибки возникают в связи с нашим знанием об особенностях самих объектов реального мира, которые мы привыкли ежедневно видеть. Вот что перед нами находится? Маска? Маска. Гипсовая. Она выпуклая или вогнутая? Мне кажется, выпуклой, потому что нос торчит. Поскольку это маска, я ожидаю ее видеть выпуклой. Поскольку это лицо, вы ожидаете его видеть? Поскольку я уже послушала половину вашей лекции, я понимаю, как надо отмечать. На самом деле, мы ее всегда будем видеть выпуклой. Даже если нам покажут ее вогнутой, даже если мы будем знать, что она вогнутая. Еще одна знаменитая видео иллюзия Ричарда Грегоря. Вот вам, пожалуйста, маска Чарли Чаплина, которая опять же вращается прямо на наших глазах. Мы видим, что она абсолютно обычная маска. И только вот здесь происходит удивительное. Когда она поворачивается к нам убогнутой частью, мы снова видим ее выпуклой. Я сейчас остановлю этот момент на экране, когда она повернется в следующий раз. Почему так? Воздействие на сетчатку говорит нам маска вогнутая. На самом деле не только воздействие, но и много признаков, то, как сходятся линии, то, как располагаются свет и тень. Но мы снова видим ее выпуклой. Лицо просто не бывает вогнутой. Не бывает, не может быть. Это настолько привычный для нас стимул, настолько обычное для нашего опыта воздействие, что мы перестраиваем все остальное, лишь бы увидеть лицо так, как мы привыкли. И на самом деле эти ситуации конфликта воздействия и опыта психологи в исследованиях тоже очень часто моделируют, причем двумя способами. Либо это в принципе невозможные объекты, которые мы запросто видим. вот мы смотрим себе и видим этот замечательный кубик с лестницей, которая ведет всегда вверх, если вы оптимист, или всегда вниз, если вы пессимист. Ну и не может такой быть. Но мы воспринимаем и мы не замечаем этого конфликта. Или вот эта гофрированная деталь, которая на самом деле, если начать выглядываться, тоже невозможно. Посмотрите, где у нее складки. Так быть не может, но тем не менее это не мешает нам воспринимать этот объект. Мы его воспринимаем и мы не видим этого конфликта, пока наше внимание специально не привлекает к конфликту. Более того, даже когда наше внимание привлекли к этому конфликту, мы озадачиваемся, зависаем. То, что очень любит делать Эшер в своих работах. И тем не менее продолжаем видеть этот объект, как бы защищая свое собственное сознание, свой собственный опыт от этого конфликта. Но существенно интереснее, когда в конфликт приходит с одной стороны наш опыт, который говорит нам о том, как устроен мир, как он устроен в третьем измерении, какие признаки воздействия говорят нам о том, что объект от нас удален или к нам приближен. А с другой стороны, то, что мы об этом мире знаем из нашего собственного опыта. Мы уже немножко посмотрели на удивившие нас маски. Давайте посмотрим теперь на этого чудесного дракончика. А он посмотрит на нас. Сейчас он вот что мы видим. Как будто ездит туда-сюда. Но на самом деле... Главное, что он не сводит с нас глаз. Он не сводит с нас глаз. И он поворачивает за нами мордочку. Да, смотрит на нас снизу вверх, сверху вниз, слева направо. Почему он, собственно говоря, так делает? Что это за штуковина такая? Вот сейчас мы ответ на этот вопрос увидим. Вот так он устроен. То есть на самом деле это та же самая маска, сидящая на нормально ориентированном теле. Что здесь интересно? О чем нам говорят признаки удаленности и глубины? и линейная перспектива, и тень, и относительное смещение частей объекта? Они говорят, ребят, перед вами объект вогнутый. Грубо говоря, вот коробочка от телефона. Можно взять в руки эту коробочку, повращать ее перед собой, посмотреть, как смещаются ее части. О чем нам говорит наш опыт? Мы никогда в жизни драконов не видели. Это неважно. Мы видели собак, кошек, людей. Морда вогнутой быть не может. И что происходит? Мы в голове вынуждены примирить эти источники информации. А как их примирить? Допустить, что вот эта мордочка, вогнутая, которая кажется нам выпуклая, поворачивается за нами, даже когда она статична. На самом деле дракончик просто стоит на столе, вокруг него ходит оператор. Более того, такого очень легко сделать самостоятельно. В интернете полно его выкроек. Главное смотреть одним глазом, потому что, напомню, добавление второго глаза дополняет количество признаков. И как-то становится не по себе. Становится не по себе, но это всего лишь наше сознание пытается примирить противоречащие друг другу знания и опыт внутри одного непротиворечивого образа. они противоречивают друг другу. Пусть он следит за нами, пусть он поворачивает за нами глаза. Если уж она выпуклая, он должен вести себя так. И вот, собственно говоря, образ, который у нас возникает, это продукт примирения, согласования огромного количества ожиданий. Продукт непротиворечивый, но не всегда точный. И на самом деле ожидания тоже могут быть разные. Они могут навязываться опытом, они могут навязываться контекстом. В психологии для их обозначения используется специальный термин установка, готовность видеть так, а не иначе. Когда мы бросаем взгляд на этот логотип, мы видим что? Кока-Кола. Естественно. Теперь прочитайте по слогам. Кока-Кока. Мы были готовы. То есть вообще даже без сомнения, не задумываясь. причём вот заметьте, что эта штука висит на экране долго. Я не стала её быстро пролистать. Просто не задумываясь, да. Я знаю, что это. И вижу так, а не иначе. Ну или вот этот замечательный центральный символ. Это что? Да, сейчас я понимаю, что это 13, а не B. Это могло быть ABC, могло быть 12, 13, 14. Опять же, воздействие на сетчатку не меняется. Мы либо этим контекстом навязываем определённую трактовку. Вы выходите из овощного магазина, у дверей валяется что-то круглое оранжевое. Ну да, это апельсин. Наверняка, апельсин, да. Хотя, может быть, у кого-то теннисный мяч у катился. Мальчишки друг другу кидали, и вот он валяется, и мы видим его не как мячик, а как апельсин. Контекст. Да, ну или вот как это в реальной жизни работает, очень люблю я эту не самую красивую картинку, да, вот попробуйте прочитать этот короткий рекламный текст. Ну да. Абсолютно реальный, да, снятый на рекламном щите. Озадачивает невероятно. Что произошло? Просто дизайнер не додумал. Да? Вон он, моготип компании. и вот откуда взялось это кокучок? Да, 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 но весь предыдущий контекст создаёт установку видеть эти символы как русские буквы. А дизайнер не ожидал. А мы всё равно увидели так, как были, готовы увидеть. Да, то есть мы обнаруживаем, какое огромное количество факторов влияет на то, как мы увидим. Не только воздействие на сетчатку, даже не столько воздействие на сетчатку, сколько опыт, знание, контекст, установка, настроение, да, знаменитые у страха глаза велики, это как раз всё про то же самое. А ещё наше внимание, благодаря которому мы выбираем самую важную информацию из всего, что находится вокруг нас, ну и теряем множество другой. Потому что на самом деле нам так много информации для жизни-то не нужно. представьте, вы хотите сорвать яблоко с яблони, вам все яблоки не нужны, у вас нет столько такого количества рук, ртов, столько не съесть. Только не съесть, поэтому разумно выбрать что-то одно. А вдруг там рядом жар птица сидела, а не увидим. Так уж наше внимание устроено, оно помогает выбрать самое важное, но при этом что-то может оказаться за его пределами. В своё время это очень красиво показал известный российский физиолог Альфред Лукьянович Ярбус, который изучал движение глаз человека при разглядывании разных изображений, в то время как человеку ставят разные задачи. И что Ярбус обнаружил? Что в зависимости от того, какую задачу перед человеком поставили, он будет по-разному рассматривать изображение. Вот знаменитая картина «Не ждали», которую бегут смотреть в Третьяковской галерее абсолютно все западные исследователи восприятия просто первым делом. Человек её разглядывает. На что он смотрит? Он смотрит на людей, немножко на комнату. Часть информации вообще теряется. Мы можем предположить, что вот эту табуреточку в углу просто никто не видит. Она там есть, но её никто не видит. По густоте, судя, всё-таки вот этот диалог встречающий. Чуть-чуть меняем задачу. Говорим, а вот как вам кажется, люди какого возраста здесь изображены? И что мы видим? Движения глаз меняются. Мы берём информацию о людях и уже бросаем информацию от антисты. И наоборот, оцените материальное благосостояние семьи. Мы начинаем брать намного более широкий контекст. Запомните, где находились люди и предметы. Всё, люди для нас наравне с предметами. Мы берём другую информацию, возможно, мы не сможем узнать человека в лицо, если нам его покажут рядом с другими. держим в имя и теперь подумаем, как работают свидетельские показания. Это отдельная история, абсолютно отдельная, но тесно связанная. Я как раз про кого рассказывала, я думала, что это криминалистики очень ценное может быть орудие такое. Совершенно верно. А скажите, как вам кажется, насколько долго не ждали? И опять меняются движения глаз, и опять мы предположительно берём другую информацию, только часть её. Уже в 21 веке наш исследователь восприятия внимания Борис Митрофанович Величковский с немецкими коллегами придумал накладывать на разглядываемые картины фильтры на основе этих движений глаз. То есть фильтровать изображение через записи движений глаз человека, где он останавливался, где он висел, что он проскакивал, и работали они с картинами малых голландцев, с одной из которых мы сегодня начали. Что получается? Просто свободное разглядывание. Рассмотрите эту картинку как можно более внимательно. Вам кажется, что вы её внимательно разглядываете, но фактически ваши движения глаз говорят о том, что увидели вы вот это, только вот это, а остальное как бы осталось за пределами внимания, потерялось. и вот это... Ну, не знаю, моё внимание утварь привлекла, которая вот там вот наверху. Я пыталась понять, что это за предметы. Возможно, у вас бы лично, у вас был бы там всплеск. Да, мы видим здесь одного модельного... Это уже как бы такой вот личный опыт, что называется. Ожидание. Ожидание. Готовность. Меня интересуют кухонные всякие предметы. Совершенно верно. Меня вот эти люди меня не интересуют. Мне интересует, что делали этими шумовками. Естественно, для каждого картинка своя. Но что здесь важно? Что мы видим на самом деле намного меньше, чем думаем. У этого явления даже есть своё собственное название – великая иллюзия сознания. Главная наша иллюзия – что происходит вокруг нас. Слышим всё, что происходит вокруг нас. На самом деле это только малая толика информации об окружающем мире. Это одно из свидетельств того, что это так. И это подтверждается множеством разнообразных исследований. Тем, что наше внимание крайне эффективно, одновременно крайне неэффективно. Здесь одним из первопроходцев был известный корнельский американский когнитивный психолог Удрик Найсер, который показывал, что на самом деле человеку не стоит никакого труда отобрать нужную ему информацию, даже если два источника информации наложены друг на друга. Он брал два фильма, на одном из которых была игра в ладошки, а на другом игроки передавали друг другу мячик, и просил человека либо считать количество ударов игры в ладошки, либо количество передач мяча, потом накладывал фильмы друг на друга. И оказалось, что любая задача, но только одна задача, может решаться столь же легко, сколь и в состоянии изолированного просмотра. То есть мы можем легко следить за передачами мяча, не обращая внимания на руки. Но самое интересное обнаружилось, когда Найсер запустил в комнату, где игроки перекидывали друг другу мяч, девушку с зонтиком. Ну, просто шло. Никто ее не заметил. Вот те, кто считал передачи мяча, и мы держим, я был готов увидеть каждую следующую передачу мяча, ожидал, куда мяч пойдет дальше. Девушку не заметил. Собственно говоря, в 21 веке, в самом его начале, благодаря работам американцев Саймонса и Шабри, девушка с зонтиком превратилась в гориллу. Сейчас не так давно вышла уже даже и по-русски. Книга Саймонса и Шабри под названием «Невидимая горилла» они провели очень простой опыт, который сейчас многие знают, я даже перестала его показывать в своих демонстрациях, честно говоря, хотя еще 15 лет назад можно было легко потрясти аудиторию 150 человек. На экране даже не наложенные друг на друга фильма, просто две команды игроков. Одни в белых футболках, другие в черных. Те и другие передают друг другу мяч. И мы ставим человеку задачку, пожалуйста, посчитай количество передач мяча, у игроков в белой команде и не ошибись, будь внимательным. Вот на этих черном не обращай внимания. И человек считает. В это время, как мы с вами видим на этой картинке, выходит горилла, становится, ну человек в хостеле, горилла, становится в середине комнаты, бьет себя в грудь, уходит, наивный, испытуемый, человек, который просто считает передачу мяча в команде игроков, продолжает считать. Ничего не видит. Почему так? А потому что этой гориллы здесь быть не могло. Казалось бы, вообще-то, эволюционно потенциально опасный объект, такая и прибить может, если что. Но человек не ожидает увидеть гориллу. Его ожидания, предсказывающие процессы, о которых мы говорили в самом начале, предвосхищение направлено на дальнейшую передачу мяча, и просто вот эта горилла проходит совершенно неожиданно. Ну, три четверти людей не замечают, четверть всё-таки замечают, хотя, по моему опыту, в больших аудиториях не замечают даже большее количество людей, но так или иначе, мы не видим того, что мы не готовы увидеть. Чего здесь быть не должно. чего здесь быть не должно, не может, не соответствует нашему опыту, не соответствует нашим ожиданиям здесь и сейчас. И вот этот замечательный стимул совершенно потрясающим образом использовали тоже не так давно в своём исследовании психологи из Гарвардской лаборатории Джереми Вольфа, которые не придумали ничего лучшего, как поместить гориллу в лёгкие и показывать снимки опытным врачам-радиологам. Вот это было самое интересное. 13-го года уже работа, да, невидимая горилла наносит новый удар. Они взяли команду радиологов-экспертов с большим опытом работы и заставляли их просто рассматривать снимки, на которые была помещена горилла. Результаты были совершенно феерические. врачи замечали мельчайшие изменения, узелки, всё что угодно, но 83% опытных врачей-радиологов не замечали гориллу. Хочется сказать, не может быть. Тем не менее. А её там не может быть, её там не должно быть. Раз не может быть, то мы её и не видим. На самом деле, да, это не только потрясающе, это ещё и очень важно. подобного же рода исследования таможенного досмотра, где тоже цена ошибки может быть крайне высока, показали, что на самом деле, чем реже в нашем опыте предмет где-то там обнаруживается, тем меньше вероятность, что мы его увидим. Никто не засовывает на самом деле в чемоданы взрывных устройств. Ну или почти никто. А если не засовывают, то очень высокая вероятность пропустить. Отсюда понятно, как тренировать, да, просто на тренировочных изображениях засовывать как можно чаще. но нам это говорит опять же о том, с чего я начала. Итоговый образ восприятия продукт не только воздействия на сетчатку, но и наших знаний, нашего опыта и наших ожиданий. И на самом деле во многих жизненных случаях это очень полезно иметь ввиду. Спасибо большое, Маша, очень интересно. Ну и вот сайт, здесь адрес действительно он завораживает. Да, это такое замечательное соревнование психологов, физиологов, и дизайнеров. Поговорим, я задам вам отдельный вопрос. Сейчас мы уже эту часть закончили. По скриптуме я бы хотела задать тоже вопрос, имеющий отношение к началу вашего рассказа. Вы говорили о диагностической ценности, но диагностическая ценность понимания вот этих зрительных и людей это с одной с точки зрения врача. А у меня вопрос такой, и частично я уже обнаружила свою некоторую тупость в распознавании двойных вот образов, в частности вот с этой старухой, девушкой, тещей, женой. И вот на этом сайте я вчера зависла. Это очень действительно завораживающие, потрясающие сайты. Illusion the Year конкурс такой ежегодный иллюзия года. Там можно зависнуть на много часов. Имеет ли диагностическую какую-то ценность то, как человек узнает, распознает, как быстро он разглядывает то, что на иллюзиях нарисовано. Вот эскимоса я не могла разглядеть. Это что обо мне говорит? Со мной что-то не так? Или у меня нет воображения, по меньшей мере? Нет таких работ? Работы есть очень разные, но вот с этими именно неоднозначными изображениями тут на самом деле довольно сильно действует эволюционно тоже полезный механизм когнитивной экономии. То есть изменение трактовки это лишняя трата сил, поэтому они как будто бы субъективно замораживаются. Иногда бывает нужно проделать некоторую дополнительную работу для того, чтобы такой переворот осуществить. Хотя, конечно, есть индивидуальные различия, связанные с тем, насколько легко разные люди меняют трактовки, насколько они легко у человека перепрыгивают. Исследования есть, я не могу сказать, что их очень много, немного больше исследований предметных иллюзий, вот тех самых связанных с диктатом нашего прошлого опыта, про то, что лицо вогнутым не бывает у людей с нарушениями психики и с нарушениями психического развития. Есть некоторые категории больных, у которых эти иллюзии не возникают. Например, вроде бы считается, что некоторые формы раннего детского аутизма связаны с тем, что человек не ошибается в восприятии истинной формы объекта. И вот эти наши «ах!» у человека просто не возникают. Для него это просто вращающаяся маска, которая может быть повернута так, может быть повернута он опирается в большей степени на воздействие, на анализ течетного Опыта будто бы и нет. Или он его не использует. Есть сходные данные и по больным шизофрении. То есть эти предметные иллюзии где-то в области медицинской диагностики используются. все-таки. Но сайт этот прекрасный и там меня поразила иницианская маска, это маска любви. Я долго тоже не могла разглядеть в одном лице мужчину и женщину. Ну, в общем, там есть на что посмотреть. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Спасибо.